МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу новости СРГУ-24 в студии Дмитрий Круковец. В начале выпуска о главных темах. Вопрос безопасности важнейший. В Саргуте обсуждают возможность открытия еще одного отдела полиции. Он существовал до начала прошлого десятилетия, но был расформирован. Не тянуть до последнего саргутянам начислено свыше миллиарда рублей имущественных налогов. В этом году впервые 8,5 тысяч жителей заплатят НДФЛ с прибыли по банковским вкладам. И своими силами городское поселение Белый Яр с 1 января перейдет на самостоятельное содержание уличной дорожной сети и откажется от услуг подрядчиков. Вопрос безопасности. Один из китов. Депутат Тюменской областной думы Валерий Голодюк на встрече парламентариев двух уровней с главой Сургута отметил необходимость открытия в городе 4-го отдела полиции. Народный избранник с 1991 года работал в системе МВД. МВД за 20 лет прошел путь от участкового оперуполномоченного до начальника УВД Сургута. В 2010-м ГОМ-4 на улице Толстого, обслуживавший микрорайон железнодорожников, был расформирован. Поводом послужила проходившая в то время в стране реформа силовой структуры. Но с 2011-го население западной части Сургута увеличилось более чем вдвое. И возвращение в систему МВД нового отдела полиции, считает Валерий Голодюк, назрело. Глава города с этим согласился, но отметил, что решение за Министерством внутренних дел. В свое время история, оно было. Я считаю, было непопулярное решение принято, его празднили. Хотя на то время там где-то обслуживалось около 30 тысяч населения. Сегодня данный микрорайон рядом поселке, который находится около 80-90 тысяч населения. Но это надо как-то согласовать на уровне губернатора управления внутренних дел. И эту проблему надо двигать, потому что она очень актуальна. То, что здоровье, образование, быль, но и безопасность тоже один из китов. Это тоже комфортность проживания наших избирателей, населения. Вопрос не у нас. Вопрос в управлении внутренних дел. То есть на федеральном уровне. Они должны как минимум понять и услышать ту статистику, которую мы им даем в относительном росте населения города Сургута. Нужны либо деньги на выкуп частной собственности, либо инвестор. Это позволит обустроить парковку недалеко от офисного здания компании «Газпром Трансгаз Сургут» на проспекте Ленина. Власти прорабатывают вопрос изъятия участков для организации стоянки. Денег на выплату суммы возмещения за изымаемые наделы для муниципальных нужд пока не запланировано. Вместе с тем изучается возможность включения этих земель в границе района, который предусмотрен под будущее комплексное развитие территории ядра центра города. Если удастся сделать так, то освобождением участков и обустройством стоянки займется инвестор по КРТ. Кроме того, депутаты попросили изучить вопрос пешеходного маршрута от парковки возле Старосургутского кладбища в районе СОКБ. Ранее с медучреждением договорились о том, чтобы сделать калитку, ведущую к поликлинике и больничному городку. Помог подрядчик, который ремонтировал улицу Энергетиков в минувшем сезоне. Теперь нужно исключить появление на проезжей части пешеходов, двигающихся в сторону бульвара Свободы. На тот момент, когда у нас выполнялись ремонтные работы, если вы помните, то старое городское кладбище, оно было ограждено забором. И жителям просто некуда было, вообще нецелесообразно было туда идти. И на тот момент было принято решение организовать проход через СОКБ. И нецелесообразно было устраивать тротуар возле этого фрукта. Сейчас будем думать. Придется больше платить за владение аграрными территориями. Это федеральный тренд, и такое решение обсуждалось на заседании Постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу. В соответствующий документ об установлении земельных отчислений вносятся поправки. Предполагается, что часть налоговых ставок, например, на земли для сельхозпроизводства, садово-огороднические, занятые жилищным фондом и объектами ЖКХ, будет зафиксирована на уровне 0,3% от кадастровой стоимости. В отношении остальных категорий земельных участков – полтора процента. Отмечу, что в налоговый кодекс были внесены поправки, которые позволяют изменить ставку до 1 января 2025 с 0,3% до полутора в отношении тех объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей. Данная мера позволит пополнять городскую казну более чем на 18 миллионов рублей ежегодно. В настоящем решении у нас налоговые ставки поэтапно с 2019 года увеличивались для достижения максимального размера, предусмотренного налоговым кодексом. Было плавное поэтапное увеличение в течение шести лет. При этом с 1 января 2024 года их размер достиг предельных размеров, которые были установлены в редакции, действующей на тот момент. 85% сотрудников Сургутской администрации уже оплатили счета по имущественным налогам. В мэрии планируют справиться с задачей до конца месяца. Налогоплательщики в этом году должны исполнить свой гражданский долг до 2 декабря, иначе станут должниками. К слову, перед инспекцией у сургутян сформирована приличная задолженность – 190 миллионов рублей. Подробнее об этой теме далее расскажет Антонина Сахарова. Зимнее и летнее содержание сургутских дорог местному бюджету обходится примерно в миллиард рублей. Полгода, к примеру, администрация может покрывать эти траты только средствами налогоплательщиков. Именно на те же 500 миллионов рублей муниципалитет способен капитально отремонтировать пару образовательных учреждений. Это к вопросу, для чего нужно платить налоги. Напомним, в этом году до 2 декабря необходимо перечислить государству обязательные платежи за имущество. Все жители, работающие, население участвуют в формировании местного бюджета еще и через налог на доходы физических лиц. Но тут в большей своей части те, кто работает у работодателя, работодатель является налоговым агентом, он исчисляет, удерживает и перечисляет. А вот особенность имущественных налогов, что это человек сам, имея имущество, землю, должен их заплатить. 188 сургутян из-за невыполнения обязательств теперь имеют запрет на выезд из России. Уже сейчас можно проверять личный кабинет налогоплательщика. К слову, из 196 тысяч уведомлений только примерно 5% сургутян получают извещение по почте. Остальным приходит электронное оповещение. В этом году по имущественным налогам начислен 1 миллиард 136 миллионов рублей. Это на 96 миллионов больше, чем в прошлом году. 72 тысячи налогоплательщиков в городе имеют льготы на имущественные платежи. Три четверти из этого числа пенсионеры. 11% предпенсионеры и менее 5 тысяч многодетные семьи. С 2023 в нашем округе представитель Читы с тремя и более детьми или родители, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, освобождаются от уплаты транспортного налога вне зависимости от типа автомобиля и его мощности. Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на льготу по налогу на имущество 100% на объект квартира или комната, гараж или машина, место, а также жилой дом. По транспортному налогу пенсионеры имеют льготу 50% на автомобили легковые до 200 лошадиных сил. В отличие от предпенсионеров, предпенсионеру необходимо предоставить справку о северном стаже для женщин 20 лет, для мужчин 25 лет. Если несовершеннолетний имеет в собственности имущество, то обязанность по платежу возлагается на родителей или опекунов-попечителей. Абсолютная льгота полагается ветеранам боевых действий, участникам СВО. Отмечу, что бойцы специальной военной операции делятся на две категории – добровольцы и мобилизованные. По всем подробностям налогоплательщиков консультируют ВФНС на Геологической улице 6 дней в неделю. Для удобства жителей нашего муниципалитета специалисты ведомства стали работать по субботам с 10 утра до 14.00. Еще одно нововведение этого года – почти 8,5 тысяч сургутян получат счет на оплату налога на доход с банковских вкладов. Общая сумма начислений такого типа НДФЛ составляет полтора миллиарда рублей. Но облагается не вся прибыль, а только свыше 150 тысяч рублей. Математически просчитываем, переводим это для доступного языка. То есть у нас берется 1 миллион рублей и максимальная ставка Банка России. Максимальная ставка Банка России по 2023 году была зафиксирована 15%. 1 миллион умножается на 15%. С разницей между полученной суммой за вычетом 150 тысяч рублей у нас появляется налоговая база, с которой необходимо нужно будет уплатить налог на доходы физических лиц. Ставки у нас также градируются. То есть они у нас делятся по резидентам и нерезидентам. Для резидентов ставки у нас установлено 13 и 15%. Для нерезидентов, вне зависимости от дохода, который они получают, ставка установлена 15%. В налоговой инспекции администрация Сургута призывают горожан не тянуть до последнего и своевременно заплатить налоги. Это в том числе позволит бюджетам Сургута и Югры выполнить целый ряд обязательств перед жителями. Антонина Сахарова, Карина Александян, Даниил Панков, Сургут-24. Здравствуйте. Работает ОМОН. На трассе в Сургутском районе силовики задержали наркодилера с крупной партией наркотиков. Ее рыночную стоимость подсчитали в полиции 2,5 миллиона рублей. Судя по кадрам служебного видео, о передвижении машины с запрещенными веществами оперативники знали заранее. Инспектор ДПС, неся службу в обычном режиме, но зная ориентировку, остановил искомую иномарку, проверил документы, попросил водителя выйти из машины. В этот момент рядом остановился микроавтобус с группой захвата. Произошло молниеносное задержание. В ходе досмотра легковушки под пассажирским сидением силовики обнаружили полимерный пакет, внутри которого находились 587 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что это наркотики весом более 200 граммов. Партию в ЮГРУ привез 33-летний иностранец и намеревался разложить по тайникам-закладкам. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков. В крупном размере санкция предусматривает в качестве максимального наказания в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигурант будет ждать суда под стражей. Городское поселение Белый Яр с 1 января перейдет на самостоятельное содержание уличной дорожной сети и откажется от услуг подрядчиков. До Нового года чистить магистрали и придомовые территории будет техника частной организации. В связи с большим количеством жалоб на низкое качество уборки и несвоевременный вывоз снега, администрация Сургутского района предложила главам поселений альтернативу принять на себя эти полномочия. За 4 года приобрели 34 единицы специализированной техники. На эти цели направили 203 миллиона рублей. Ультиягун, Солнечный и Лямина первыми опробовали такой способ в прошлом году. Их, к примеру, последовал Линдор в этом Барсово. Уже есть положительные отклики. Число жалоб снижается, а точечные проблемы решаются быстрее. Если у поселений будет желание работать самостоятельно, то, конечно, администрация Сургутского района поддержит эту инициативу. Если говорить о поселениях, которые уже осуществляют содержание без привлечения подрядных организаций, конечно, здесь положительная тенденция имеется. Снижается обращение граждан на некачественное содержание в уличной дорожной сети. Меньше фиксируется нарушение сотрудниками ГИБДД. 105 лет со дня основания войск связи югорчане этой специализации отметили профессиональный праздник, находясь на передовой. Сегодня тысячи бойцов трудятся в зоне проведения специальной военной операции и, рискуя жизнями, обеспечивают бесперебойную коммуникацию у армии. Специальное подразделение связи есть и в батальоне Югра. Его командир Александр из Нефтьюганска служит за ленточкой больше года. Мужчина рассказывает, что успех зависит во многом от того, как будут работать системы коммуникации. К слову, именно по таким отрядам, как правило, ей приходятся первые удары противника. В знаменательный для военнослужащих день Александр поздравил братьев по оружию с праздником. Поздравляю всех военных связистов, тех, кто выполняет задачи на линии боевой соприкосновения, тех, кто сидят на узлах связи, обеспечивают связь верховному главнокомандующему. С замечательным праздником, день военного связиста. Югорчане, к слову, работают и на освобожденных территориях. Среди прочего, продолжают реконструкцию дороги Макеевка-Ясиновата. При разработке плана ремонта властях МАО решили заложить повышенный запас прочности магистрали, так как по ней ежедневно проходит не менее 5000 автомобилей, в том числе тяжелых, военных. Для особой износостойкости специалисты решили укладывать верхний слой асфальтобетона, не совсем привычным для той местности методом. В Югре эта технология применяется давно, однако в Макеевке таким образом полотно укладывают впервые. Для этой местности эта новая технология, еще никто так асфальт не укладывал, звеном в два асфальтного укладчика с использованием перегружателя. Это своего рода очень интересная технология, позволяющая одновременно избежать поперечных продольных стыков, обеспечить более качественное, единообразное уплотнение асфальтобетонной смеси. На этом я с вами прощаюсь, увидимся в эфире телеканала «Сургут-24». Ну а этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. Всего хорошего, до свидания. Не замедляй свой ритм. «Сургут-24» и теперь в ВК-видео. Детское радио. «Детское радио». Познавательно, развлекательно, увлекательно. Песни, сказки, игры. «Детское радио». Для детей и взрослых. «Детское радио». Семь важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено все. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Субтитры создавал DimaTorzok